Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Возмутительнейшая новость! Просто, друзья мои, мне переполняют эмоции. Знаете, россиянам старше 70 лет хотят запретить вождение автомобиля. Отобрать права. То есть, в общем-то, лишить гражданских прав и свобод. То есть, это нападение на стариков. И как вы думали, кто бы это, кто такую инициативу? В МВД обратились некая организация, которая называется «Ветераны России». То есть, люди сами пожилые. У меня даже попугай возмущается. Хотят лишить себя права вождения автомобиля. Как это можно назвать? То есть, следующее, лишить имущество, лишить еще чего-то. Если человек здоров, имеет возможность водить автомобиль, какое право? Да, вот это вот геноцид, это вот, как это называется? То есть, просто стариков, они лишают возможности к передвижению. Человеку пожилому тяжело, может быть, ездить. Если у него есть автомобиль, то почему бы не поездить? Но нет. 70 лет исполнилось, все. Если ты дожил до этого, если вот эта вот машина издевательств и убийств тебя не перемаловала, и ты сумел дотянуть до 70 лет, тебя будут просто лишать прав. Ты и так человек какого-то второго сорта. Ветераны России. Что это за ветераны? То есть, это вот такое впечатление, что мы голосуем за повешение. Да, то есть, вот, у меня не хватает слов, друзья мои. Кто такие ветераны России? Какие это ветераны в России? Обратились в МВД с такой просьбой. И теперь представляете себе, значит, чтобы исполнилось 70 лет, все, справку вы не получите, ваши права будут аннулированы. И теперь, значит, гаишники будут высматривать людей пожилых и останавливать их, и отнимать автомобили. Так что ли? Как это будет происходить? Как вообще это может в Америке, друзья мои, вот в той там зловещей Америке, которая там нависает над всем миром, там бабули в 90 лет ездят. Может быть, они раздражают. Но мне кажется, что человек пожилой, может быть, конечно, не обладает той реакцией, не обладает тем здоровьем, но зато обладает опытом и осторожностью. Подчас бьются как раз вот такие достаточно молодые и борзые, которые давят на гашетку и ездят вот так. Вот они, вот они бьются и совершают очень много наездов. Ветераны МВД или там кто-то, менты или прокурорские, они тоже часто бьются, потому что ездят постоянно под газом и врезаются. Но никто не пытается лишить их прав и возможностей. А тут людей пожилых объявляют просто людьми, там, я не знаю, второго, третьего сорта. Что они дожили, а теперь, значит, еще они отнимают ресурсы у государства, получают пенсию. Еще на свою пенсию могут сами передвигаться. Нет, может быть, запретить вообще пожилым людям выходить из дома, чтобы они своими, ну, как бы, уже помятыми лицами, потертыми, не раздражали вот этих каких-то богатеев. Чтобы баре, как бы, ехали и видели только молодых и счастливых. А стариков, значит, в резервации, друзья мои. Вот это, что это такое? Кто это ветераны? Почему, вот, где настоящие ветераны, которые дадут в морду этим липовым, дутым ветеранам? Как они ловко, ветераны МВД. Да чтоб им пусто было. Друзья мои, я не знаю. Вот просто слов не хватает. Извините за эмоции. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok